А данное видео вышло при поддержке интернет-магазина Сандэй. Сандэй пока только развивается, но планы у него грандиозные. Там вы найдете множество филамента, а также комплектующих для ремонта и модификации своего 3D принтера. И цена будет очень привлекательной. При регистрации вы получите 500 рублей бонуса, которые можно будет потратить сразу же на первый же заказ, оплатив им до 50% от первой покупки. И от каждой покупки будет возвращаться 5% этими же бонусами. А если вы в течение года наберете более чем на 25 тысяч рублей, то примите участие в еженедельных розыгрышах, где будет разыграно, помимо всего прочего, два принтера Ulti Steels и один Picasso Designer X. Ссылка, конечно же, как всегда в описании, и думаю, что перейти и посмотреть вам не помешает. Ну а мы же, друзья, начинаем сегодняшнее наше видео. Я сегодня более гнусавый, чем обычно, потому что приболел. А на обзоре у нас сегодня с вами Genius Pro от компании Artillery. Это пруша со самой стандартной областью печати 220 на 220 миллиметров. Кинематика построена на Open Builds колесах. В общем, классика. И, наверное, можно было бы уже сказать, что это некий клон Ender 3. Но на мое личное усмотрение, это как бы и клон, и как бы не клон. И для того, чтобы в этом во всем разобраться, мы хотя бы должны посмотреть на сам принтер. Комплектация в данном наборе у нас максимально простая, но по большей части потому, что все уже собрано, и комплектовать-то особо нечем. Книжечка-инструкция, крепление для катушки филамента, а также сумочка со всякой мелочевкой, потом посмотрим в нее. И помимо провода питания, у нас в наборе остается всего лишь навсего два основных узла, из которых собирается принтер-портал и база. И так как у меня с Харнетом от этой же компании были приключения летом, то я сразу проверяю, что в наличии имеются все шаговые двигатели, ремни и винтовые передачи. А если кто-то не видел, то ссылочку на почтовые разборки и сам обзор я оставлю в описании. А смотрев все визуально, вроде бы я понял, что все на месте, и очень надеюсь, что оно до конца обзора таким и останется. С базой тоже все вроде как чисто, видим торчащий вал двигателя оси Y. Извлечь ее из коробки оказалось на самом деле не так уж и просто, потому что вот она очень плотно там сидит. Тут же кстати я уже нашел валяющиеся отломанное сопло обдува, но вроде как геометрически оно целое как деталь, нужно его только обратно вклеить. В итоге базу я извлек, как вы видите в коробке больше ничего нету у нас, но на дне коробки я нашел какой-то пластиковый обломок. И честно вам скажу, меня это достаточно сильно напрягло, потому что Artillery видимо термопласт автомат себе в пользование приобрела и штампует пластиковые детали. А в прошлый раз, найдя пластиковый обломок, я потом обнаружил, что это достаточно значимая часть экструдирующего механизма. Поломка долго себя искать не заставила и сразу я увидел, что на портале у нас раздроблен вентилятор обдува модели. Я думаю, что относиться к этому конечно же нужно плохо и это действительно не очень хорошо, получить вот такой вот принтер, на котором что-то поломано уже изначально. И даже несмотря на то, что эта поломка незначительная и копеечная в исправлении, все равно обидно. С другой стороны, исходя из всего моего опыта общения с данной компанией, мы с вами можем на 100% быть уверены в том, что эта коробка у нас не предназначается для пресс-центра. И вообще Artillery такой особенности распространения не имеют. Да, это сейчас небольшой плевок в сторону медведя, который блогерам шлет просто-напросто более жирные наборы, чем обычным покупателям. Ну а тут в принципе все по-честному, я тоже получаю с браком, это на самом деле не то чтобы приятно, но по сравнению с политикой медведя так наверное даже лучше. Потому что мы знаем, что такое случается, где-то что-то придавил, где-то на коробку прыгнули, швырнули ее, кто-то залез вообще в коробку, доставчик тот же что-нибудь открутил или забрал себе вместо этого, гречки насыпал. То есть такое случается и мы к этому более-менее готовы. И раз уж мы с вами начали рассматривать портал, тут большой отличительной особенностью от всех остальных принтеров подобной кинематики и подобного строения является то, что не идут вот эти болтающиеся косы проводов, а у нас идут тут два шлейфа, которые вдоль направляющих у нас укладываются и соответственно загибаются при перемещении кареток. И выглядит это все очень, ну как минимум, ну аккуратно просто-напросто. Также очень сильно бросается в глаза то, что шлейф находится в какой-то тканевой кишке и это придает достаточно такой законченный интересный вид. Экструдирующий механизм здесь практически полностью пластиковый. Я на эту тему у Хорнета в прошлый раз уже пердел и в принципе, конечно же, мне это не нравится, тем более пластиковое подающее колесо. На них как бы и на металлических зубья стираются, на пластиковых, понятное дело, долго не проживет. Но поделать я думаю, мы здесь с вами уже ничего не можем, производителям выгоден пластиковый мир и этих решений будет становиться со временем только больше. И если принтер нас все-таки с вами устроит, то почему бы не записать данные узлы в список расходников, не закупить их заранее и просто своевременно менять. А я предлагаю башку все-таки не разбирать, потому что каждый разбор для нее может быть последним, а просто заглянем внутрь снизу и посмотрим, к чему бы еще можно было бы придраться. Тут мы с вами видим коммутационную плату, я считаю, что коммутационная плата это такая вещь, которая для производителей удобна, а для пользователей не всегда. Но по факту это не более чем дело вкуса, на хот-энде силиконовый носок присутствует. Термоблок у нас адекватный, ничего против не имею, в принципе не самый копеечный и теплопередача у нас за счет разреза тоже соответственно будет нормально отрабатывать. И здесь нам уже понадобится сопло с длинной резьбой. Датчик высоты у нас не оригинальный, но лично мое мнение заключается в том, что его конструкция не настолько сложна, чтобы не клепать его всем подряд в любом соответственно подвале. Потому что, что уж там говорить, далеко не все заметят какую-то разницу по точности. Самый силовой разъем стоит у нас криво, это напрягает, потому что здесь самый большой ток течет в принципе на данной схеме, но поделать с этим ничего не получится, потому что у нас проводочки коротенькие. А я все-таки решил снять крышку, что просто было интересно, как подключен шлейф. Крышка данная имеет чисто декоративный характер. Конечно же она немного шлейф еще фиксирует пластиковым хомутом, но на самом деле в этом никакого смысла нету. И если у нас возникнет нагрузка, которая способна вырвать шлейф из разъема, а там именно разъем, такой как у вас вот там в ноутбуке можно встретить. И если нагрузка возникнет, способная вырвать разъем, то данный хомут отлетит гораздо раньше этого времени. Хочу сделать вам небольшое объявление, мои друзья, кстати отец и сын открыли ютуб канал по 3д печати. И в отличие от меня, они не занимаются бесполезными изысканиями, а оживляют предметы при помощи пружин и сжатого воздуха. Двигатели, эспандеры, заводные игрушки и пружинное оружие ждут тебя там, поэтому перейди по ссылке в описании и просто подпишись. А я решил все-таки снять поломанный вентилятор, смысла в нем никакого нету и на данный момент мне, к сожалению, заменить его тоже нечем. А если вам тоже приходил какой-то брак с Китая, то расскажите мне об этом в комментариях, я с удовольствием почитаю. И тут хочу заострить ваше внимание на том, что несмотря на то, что мир становится пластиковым, плита, на которой держатся колеса у нас металлическая, и кронштейн, на котором держится вся конструкция головы, тоже из металла у нас. Также обязательно подтягиваем все колеса у принтера с эксцентриками которой, потому что они находятся во вслабленном транспортировочном состоянии. Тут, кстати, еще концевики достаточно необычные, я просто таких раньше не видел форм-факторов, а как они надежны-ненадежны, я думаю, время покажет. Еще одной особенностью принтера, которая просто моментально же бросается в глаза, является то, что у него верхняя балка, или так называемый турник, сделан полностью из пластика, что, конечно же, опять же, порадовать нас не может. Но, судя по всему, в Китае абсолютно обесценились матрицы. Также по оси Z мы с вами видим в данном случае два шаговых двигателя, и еще которые засинхронизированы ремнем друг с другом. И да, это не то, чтобы нон-хау, но обычно данные решения мы видим только в тех случаях, если рабочая именно ширина портала у нас превышает 30 сантиметров, как минимум. И то не всегда, это не правило, вспомним тот же LK5 Pro, и на нем как бы тоже можно было работать. Сверху для крепления катушки висит еще провод, предназначенный для подключения датчика окончания филамента. Может показаться, что он будет тереться об ремень, но конструктивно, когда все соберется, это на самом деле исключено. Также с обратной стороны портала мы видим некие пластиковые кожухи, поверх OpenBuilds колес. На самом деле, по идее, вообще это должно бросать просто какой-то тихий ужас, но по факту, по большей части, это декоративка, и колеса у нас крепятся непосредственно на алюминиевом профиле. Да, на эти кожухи передается движение по оси Z, но по факту там и нагрузки другие, толщина материала соответствующая, и еще и раскосины есть. А вот лично у меня после более близкого рассмотрения претензий к этой конструкции нет. Регулировка колес здесь происходит при помощи подтяжки вот этих в торце шестигранников. Каким образом это происходит внутри, я точно не знаю, но в ближайшее время обязательно вскрою и посмотрю. Вот вам, кстати, пожалуйста, крепление двигателей оси Z к раме, оно пластиковое. На ходовой гайке у нас установлена артиллеровская антивоблинговая система, которая позволяет гайке делать некие движения, и при этом это не должно никаким образом влиять на траекторию движения каретки. И здесь на самом деле это действительно необходимо, потому что сверху у нас стоит синхронизация с помощью ремня, соответственно, там подшипники, и описывать круг со смещенным центром относительно центра трапецидальной передачи у нас будет, конечно же, именно вот в месте соединения наших ходовой гайки. Еще одна из особенностей этого принтера, то что здесь мы не видим вот этих здоровенных коз, и у нас с базой провода соединяются посредством разъема. Ну, опять же, посмотрим, насколько долго это проживет, но, как по мне, решение крутое. Также хочется отметить, что, несмотря на пластиковую перекладину, расстояние между направляющими портала у нас и снизу, и сверху, в принципе, одинаковые. И здесь на самом деле я был разочарован, потому что был на 100% уверен, что оно не сойдется. Но к большой, наверное, радости всех нас я оказался неправ. Ну, а мы же с вами, друзья, переходим к основанию принтера, и корпус у него, на удивление, из металла. На столе, на стекле, у нас накатана ультрабаза, мне почему-то кажется, что она качественная. Но, опять же, время покажет, стол у нас, она нагревателя от 220 вольт переменного тока, и, конечно же, стекло приклеено к нагревателю, к сожалению. Вот в базе, как раз-таки, тот самый разъем, чтобы подключить весь портал. И рядом, буквально, мы видим еще один разъем, куда уже что-то подключается на проводе. И самый главный вопрос, блин, неужели вам там проводничков не хватило, что вы еще один разъем дополнительный поставили? И вот, на самом деле, везде одна и та же проблема. Вроде бы все фирменно, вроде бы все очень круто, но везде читается вот какой-то колхоз, и вот не собранность до конца. Вертихи и калибровки стола удобные, крутить их при этом придется крайне редко. У нас стол ездит на четырех колесах, эксцентрики только с одной стороны. В общем, можно сказать, что классическая конструкция. А также к нагревателю приклеен теплоизолирующий материал, причем практически по всей площади, а не как обычно кусочек маленький посередине. И это при том, что стол мощный, он в любом случае сможет себя прогреть даже быстро. Очень мне понравилось, как организовано питание стола. Во-первых, это провод с прямоугольным сечением, который расположен таким образом, что как бы достаточно адекватно сгибается, не занимая много пространства. И при этом для него имеется паз специальный, в который этот провод ложится. Кнопка включения принтера находится сзади, и это на самом деле в данном случае я считаю неким упущением, потому что слот под SD-карту и флешку USB-шную находится спереди, так же как и экран управления. Ну вот вроде бы смогли, но смогли опять же не до конца. По поверхности, думаю, тут все понятно более или менее. Нет, давайте посмотрим, чего же у нас тут под капотом. Мне почему-то втемешилось в голову, что нужно обязательно снять ножки, хотя этого делать было вовсе и не обязательно. В общем, крышка поддалась. Я, соответственно, повис на проводе вентилятора. И, конечно же, это не вызывает ничего, кроме как пренебрежительно за него немного дернуть. По итогу на корпусе у меня остался разъем с платы. Это, конечно же, не проблема, и мы просто обратно его вернем. И так же он на соплях будет там болтаться, потому что это не такой же ключевой узел по сути. Но осадочек, как говорится, остался. Материнская плата здесь от артиллерии, какая-то разведенка их самостоятельного пошива, причем достаточно мало деталей у нас вообще на плате печатной тут находится. Драйверов здесь не пять штук, как должно быть по количеству шаговых двигателей, а четыре. Соответственно, делаем вывод, что у нас на CZ двигатели хорошо, если последовательно подключены, не так хорошо, если подключены параллельно. Но, тем не менее, это факт. Вон, мы видим, что от стола пошло управление по двум проводам на реле бесконтактное. Тут мы начинаем присматриваться, видим какой-то пластиковый непонятный кожух, и, как мне кажется, он здесь не просто так находится, а для того, чтобы скрыть какой-то срам. Привет, я Крем-суп с лесными грибами и сухариками. И я отправился на поиски приключений. И я очень вкусный. Да что ты делаешь, перестань. Это уже не смешно, отпусти меня, псих. Ну, прощайте, друзья, кажется, на этом все. Но это только кажется, потому что на деле все только начинается. И самое главное, это простота приготовления. Высыпаем содержимое в супницу, заливаем кипятком и немного ждем. И особенно приятен этот суп во время болезни. Я вам желаю приятного аппетита и продолжаем смотреть видео. Об этом мне еще говорит то, что в этом же корпусе находится переключатель режимов работы блока питания. То есть, ну, вряд ли это какое-то фирменное решение. И под корпусом мы видим под чехлом вот эту вот артиллерскую эмблему. Собственно, это какой-то колхоз. Вот у нас полупроводник в каком-то чехле. Если вдруг кто-то знает, зачем транзистор засовывать в чехол, то отпишитесь мне об этом в комментариях. Ну, а в общем и целом, естественно, все достаточно стандартно. Все достаточно просто. У нас есть плата управления, экран для этой платы управления. Также там идет шилд на USB флешку и SD-карту наружу торчит. Блок питания здесь не очень мощный, потому что стол питается от 220 вольт. Соответственно, блок питания всего лишь на 200 ватт. И здесь это на самом деле с запасом дано. Драйвера без каких-либо обозначений и снимал, и крутил, и настораживает, что у них радиаторы маленькие. Но при этом двигатели шаговые и вообще сам принтер работает крайне тихо. И это 100% не 4988. На борту у нас стоит STM32F401. И на самом деле, если не придираться, если не докапываться, то принтер как принтер вполне обычной электроникой. Вполне нормальной, я бы сказал, даже электроникой. Конструктивно где-то кажется, что он хиленький, но при этом надо еще за ним понаблюдать и посмотреть, как он покажет себя в работе. Но, как минимум, на данный момент времени лично мне не кажется, что это клон Эндера 3. Я думаю, что это уже, ну, что-то, да, сделанное, может быть, на основе. Ну, потому что OpenBuilds колеса, как бы, вот кинематику придумали. И ее очень удобно использовать. Что касается сумки. Так, тут у нас небольшой набор, но, в принципе, не так что и плохо. Два запасных колеса, полноценная USB флешка и два хомута. Честно говоря, так и не понял, для чего мне понадобятся тут хомуты. А также есть запасное сопло. Имеется запасной шлейф и запасная кишка для него. Мне на данный момент сложно представить ситуацию, когда понадобится именно шлейф заменить. Потому что, если что-то непоправимое и произойдет, то, скорее всего, случится это с разъемом. В части еще есть подставки для катушки. Также набор шестигранных ключей. Также USB провод АБ, чтобы G-коды с компа отправлять. Он длиной сантиметров таки 30. Поэтому, ну, видимо, надо с ноутбуком прямо у принтера сидеть. И гаечный ключ 8х10. Гаечный ключ мне понравился. В нем действительно сейчас ощущается вес, чувствуется металл. И его себе я в любом случае оставлю. Он еще хромированный такой, блестящий. Я вообще вот сейчас сижу и думаю, лучше бы я обзор на этот гаечный ключ снимал, чем на принтер. Ну, а мы же, друзья, переходим к сборке. Книжка у нас на английском. И также у нас еще есть страница на DE. Не знаю, кто это такие, но выяснять, честно говоря, не собираюсь. Но благо, собрать принтер было достаточно просто. Я закрутил по сути 4 болта и подсоединил пару проводов к шаговым двигателям. Крепление тут какое-то на роликах, на подшипниках. Хитрое, премудрое. Честно говоря, если бы классическое решение оставили, ну, как по мне, было бы гораздо просто лучше. Мы же с вами печать начнем с белого пыла. Да, вы видите, насколько мне удобно заправлять в первый момент времени. Но, опять же, все вполне терпимо. Прежде чем начать печатать, конечно же, нужно его откалибровать. Ну и как минимум на интерфейс вообще посмотреть управление. По интерфейсу, как и всегда, хочется задать вопрос, зачем вы это вообще делаете? И почему нельзя стандартный марлиновский оставить и уже самим ничего не придумывать? Но, с другой стороны, мне было все абсолютно понятно. И, опять же, из того функционала, которым мы будем пользоваться в постоянном ежедневном порядке, здесь абсолютно все присутствует. Кстати, голова имеет подсветку под сопло, причем управляется она с экрана управления. Мать его! Конечно же, светит это все не совсем под сопло, но попытку, я думаю, мы зачтем. По калибровке все достаточно привычно, но, на самом деле, калибровка, я думаю, буквально 1-2 раза максимум. Когда там при каком-нибудь большом переезде мы согнем раму об коленку, потом выгнем обратно, тогда, да, придется перекалиброваться. Мы сначала выставляем стол в горизонталь, соответственно. И после этого снимаем карту высот датчиком высоты, выставляем Z-Offset и все, наслаждаем, печатаем. Хочу заострить внимание на то, как принтер вообще перемещается, двигается. Не знаю, как правильно мысль выразить даже, на самом деле, здесь, но вот как-то он достаточно резкие перемещения у него, при этом очень тихие, уверенные, что ли, и это все происходит, ну, не так, как у других принтеров. Не знаю, опять же, вот, как это словами передать, но вот как-то это все происходит интересно, и камера это вообще не передает, этот эффект. А у нас с вами настало время, наконец-то, попечатать. Начнем печать с тестовой модели, которую предоставил нам производитель 3D принтера. Да, по белому филаменту мало чего скажешь по поводу качества печати, и камера будет все это засвечивать, объект будет в плане гореть. Но, к сожалению, ПЛА у меня остался только белый, и это только, опять же, сделает нам дополнительный повод обязательно зарядить туда PG. Потому что, вероятнее всего, этот принтер в основном с PG работать-то и будет. Композит сюда не зарядить, потому что подающая колесико сразу же сточится. Флексы более капризные, с ними надо еще повозиться, да и, скажем честно, не будет же этот принтер все время флексами печатать на постоянной основе. ABS тоже не подходит, все-таки камера какая-никакая нужна, если мы более-менее большую деталь печатаем. Поэтому я думаю, что этот принтер исключительно у нас для PG и создавался. В общем, свет направил как мог, камеру настроил как мог, чтобы максимально хоть что-то было видно. Ну, понятно, что все смазывается, все все равно подгорает в этом кадре, но, тем не менее, форма задалась, слои более-менее ровные, и вообще каких-то там проблем, чтобы этот принтер дальше начал там барагозить или выдавать какие-то интересные штуки, я, честно говоря, не предвижу. И после этого я заряжаю катушку PG, чтобы на камеру хоть какой-то результат по печати показать. В принципе, нам нужно сейчас что-то отслассить, и для этого слайсер необходимо настроить. Реально на флешке не так много всего, что мы можем с вами посмотреть, но прежде всего мне Касперский показал, что у нас тут 7000 файлов. Правда, угрозы они нам не представляют. Скрытые файлы я тоже проверял, по факту обнаружил только 4. Это PDF-ка с инструкцией, 2 тестовых G-кода и установочные куры. PDF-ка с инструкцией абсолютно такая же, как в бумажной версии, только в бумажной версии картинки еще четко прорисованы, а здесь особенно скрины из программы практически не читаются. По инструкции можно настроить слайсер, но по факту инструкция даже для этого не нужна. Мы просто-напросто выбираем кастомный принтер, задаем область печати и задаем диаметр прутка стандартно 1.75. И по сути потом в профиле некоторые изменения для PG вносим, без излишеств, без каких-либо предварительных там печати пирамидок. Просто я на самом деле уверен, что оно и так запечатает, и даже без обдува, если что-нибудь по площади хотя бы небольшое печатать. Принтер перенес на кухню, потому что параллельно данному процессу печати и тесту данного принтера я еще другое видео звучу. Ну и процесс пошел, я думаю, что уже даже на данном моменте видно, что проблем с самой печати у нас каких-то прям серьезных не предвещается. Принтер будет работать, будет класть вполне аккуратные слои, и я думаю, что это на самом деле даже будет происходить до тех пор, пока не сотрется подающее колесо, либо не сломается лапка прижимная в экструдере, либо еще какая-нибудь пластмасска не выйдет из строя. По качеству печати я считаю, что без подбора параметров конкретно под материал, конкретно под модель, принтер справился очень даже хорошо. Соплей нету, есть только пару тонких волосинок внутри, которые пальцем просто отлично убираются. Слои лежат ровно, и честно говоря, данное качество печати вот при первом включении меня на 100% удовлетворяют. Далее я хочу отслазить и закинуть на печать чего-нибудь еще, но флешка мне не позволяет совершенно закинуть на нее ничего. Вот идет копирование, оно на каком-то этапе останавливается и просто зависает, причем что размер файла реально 4 мегабайта. Сейчас вы уже видите мою не первую попытку сохранить G-код на флешку, в итоге я по-разному форматировал, и так ничего и не добился. В итоге я пришел к тому, что решил, что флешка фирменная померла, и решил печатать со своей. И на мою, естественно, файлы скидываются без проблем, но сам принтер уже флешку не читает. Возможно, есть какой-то секрет, которого я не знаю, я пробовал в разных системах форматировать, но тем не менее ничего не вышло. И по итогу я, естественно, торопился, разбираться было некогда, и я перешел на SD-карту. Тут уже, конечно же, печать пошла, сам процесс печати меня полностью удовлетворяет, но, к сожалению, без нюансов и в этот раз у нас не обошлось. На этом, друзья, я думаю, пора уже заканчивать. Принтер, как вы поняли, рабочий, печатающий. В плане там качества и то, что касается печати, я думаю, что никаких вопросов, никаких заморочек тут нет. И, в принципе, я доволен. Ну вот, что касается всего остального и тех нюансов, с которыми я столкнулся буквально там за пару часов, собрав и попользовавшись вот этим агрегатом, я думаю, что тут, конечно же, вопросики возникают. И прежде всего вопросики возникают потому, что эта пруша стоит 26 тысяч рублей. И я даже думал бы изначально, я изначально строил там какую-то речь, какой-то сценарий, я думал так, что если вдруг окажется, что он вообще абсолютно без каких-либо там углов, за который можно зацепиться без каких-либо проблем при печати, проэксплуатации, в принципе, можно купить такой принтер за 26 тысяч, попользоваться им там, допустим, честно год, сделать потом либо полностью обслуживание его, ну и в течение года там чуть-чуть кое-что по мелочи менять, либо, допустим, продать на вторичном рынке, скажем там, за пол цены, за треть цены и купить новый. Ну, такой вариант тоже для кого-то будет приемлемым, да, это все-таки домашний сектор, это, возможно, там с ребенком работа, если человек более-менее зарабатывает, то он эти деньги, в принципе, и считать не будет, он просто заменит, и все будет хорошо. Но, учитывая, что это пруша за 26 тысяч, и у которой возникают нюансы, да, не по печати, а по большей части по организации, я, как бы, ну, рекомендовать ее, к сожалению, к покупке, как вы сами понимаете, не могу. Но, опять же, решать не мне, решать только вам. А на этом я с вами прощаюсь. Вы сами все видели, это было там больше, там, 20 минут какого-то изложения моего, все про этот принтер, все, что я думаю. Поэтому вы все видели, я все сказал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok